друзья всем привет снова лось тактика банка неотек прицел дедал и сегодня наш отстрел посвящен пулем mg пули российского производства делают их самаре где можно купить ссылку я оставлю в описании мы уже тестировали эти пули но тестировали так скажем в колхозном релоуде давайте попробуем что нужно добиться из лося тактики с пулями mg если использовать уже релоуд конечно там не совсем для сумасшедших знаете с обточкой шейки что абсолютно бессмысленно серийной винтовки но по крайней мере гильза от многострель отожженная формованная правильно прецизионные навески и так далее я думаю что результат будет позитивный но какой он будет узнаем вместе с вами конечно не очень легко настраивать тяжелую пулю для такого короткого стволика ну будем стараться у нас сегодня три варианта пуль первый вариант это пуля mg softpoint rbt вот она вот так выглядит масса у нее 185 гранов 2 той же массы но hello point и 3 с массой 207 гранов тоже пуля hello point посмотрим как это все будет работать на отечественном порохе сунар в конце подведем какой-то итог и в любом случае я с большим уважением отношусь к людям которые в нашей стране умудряются производить хоть что-то если это пуля то это прям двойной респект потому что рыночек у нас сами знаете маленько прям реально настоящее подвижничество так что респект и уважение михаилу авто производитель этих пуль ну что же давайте попробуем друзья небольшой спойлер перед началом просмотра нашем тесте используются пули с двумя весами 185 и 200 с небольшим граном исходя из своего опыта и предыдущих тестов с лосем тактика для пуль массы 180 градусов я использовал достаточно быстро горящий порох сунар 556 ну исходя из того чтобы разогнать побольше побыстрее эти пульки и результат которым вы сейчас увидеть по кучности по разбросу скоростей получился не очень хорошие пули которые более тяжелые 200-грановая 207 кажется она сейчас не помню я собрал на сунаре 308 и при этом скорости на этой пули получились выше и кучность лучше и все остальное я связался с михаилом разработчиком и изготовителем этих пуль оказывается подобный эксперимент он уже проводил и так как вот вы сейчас на фото это видите хвостовая часть пули имеет не совсем стандартную вид с такой ступенечкой быстрогоряющие пороха пули не повторяйте мою ошибку не используйте быстрогоряющие пороха попробуйте как раз вот что-то в районе 135 если мы говорим про вихту до 135-140 но как раз как сунар 308 продолжаем смотреть первыми у нас будут пули hello point массу 185 гранов и навеска 39 с половиной гранов шаг будет через полграна гильза у нас руак капсюль к в б 7 существенная часть компонентов отечественных капсюль получается все кроме гильзы так есть скорость конечно низковато 1 1 2 2 3 3 Средняя скорость 602 метра в секунду. Остудим винтовку и продолжим. Следующая навеска 40 граммов. Продолжение следует... Средняя скорость 609, 40,5 граммов. Продолжение следует... Почему-то последняя прям скачок скорости дала. Странно. Ну и финальная. 41 граммов. Количество пулек у меня не очень большое было для теста. Известные кучные полки на этой винтовке получить довольно сложно. Все-таки коротенькие стволы. Там в районе 620-618 кучная полка. Насколько я помню объяснение Михаила. Поэтому я где-то примерно в этом районе и пытался настраивать. Так, 41 граммов. Поехали. 650. Без каких-либо признаков превышения давления. Открывается легко. Стоять. Уф. 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 снова отрыв последний постоянно отрывает неужели так реагирует на нагрев и скорость опять скачок дает не понимаю в чем в чем это дело но каждый раз последняя в отрыв уходит ствол толстый банка не нагрета не понимаю в чем может быть дело сейчас винтовка остужается и следующий будет пуля аналогичного веса но soft point пуля soft point масса такая же 185 гранов поэтому навески будут такие же начнем с 39 с половиной вот Следующий 40 граммов Продолжение следует... Продолжение следует... 40,5 граммов Продолжение следует... Продолжение следует... Средняя скорость 618 И финальная навеска с пулей SoftPoint 41 граммов Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Средняя скорость 634 метра в секунду... Дождик начинается... Надеюсь, успею дострелять последние тяжелые... Тяжелая пуля 207 граммов... Тут уже, конечно, сунар 556 не подойдет... Это сунар 308 будет... Посмотрим, сможем ли разогнать ее до какой-нибудь кучной скорости... Дождь все активнее и активнее... Дождь все активнее и активнее... Хотелось бы успеть дострелять... Скорость 656, все три выстрела одна и та же... Проверил сейчас камера, которая на мишени перестала работать, видимо из-за дождя... Давайте достреляем и уже будем финализировать... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему ничего Лабрадар не видит... Из-за дождя, что ли? Какие-то ошибки выдает... Видимо дождь уже... Сильно мешает... Сразу 41,5... Пока вообще все, дождем не завело... А, зафиксировал... Средняя скорость 674, перепад 673-675. Ну и финальная серия. Поехали. 42 грана. Да, на удивление пуля тяжелая. Разогнать получилось ее с унаром 308 лучше, чем пулю, которая легче, с унаром 556. Средняя скорость 679 метров в секунду. Ну что ж, пойдемте финализировать и на этом на сегодня все. Друзья, ну что ж, тест завершен. Дождь, к сожалению, смазал немножко последнее впечатление и даже в объективе уже видны камни. Итак, что мы получили? В первом приближении мы получили такую вот кучность для пули HP 50, 31, 30, 54. Ну, скажем так, я понял, что допустил ошибку. Я надеялся получить лучшую скорость на более быстром порохе, на сунаре 556. А итог получился, что совсем не такой. У нас скорости на 207 пули были лучше на сунаре 308, нежели на 556. Возможно, если был бы другой порох и результат был бы другой. Пуля SoftPoint. Тут, конечно, повеселее. 30, 24, 42, 23. Понятно, что за счет короткого кучная скорость достаточно в узком диапазоне находится. Но мне кажется, что и здесь она есть. Вот тут вот. И вот тут, похоже, начал забираться в еще одну полку. Ну и прекрасный результат показала тяжелая пуля. Разогнали мы ее до вполне приличной для такого коротенького ствола скорости. 35 с этого начали, 22, 12 и вот, похоже, полка уже начала рассыпаться. То есть, где-то вот в этом диапазоне находится кучная скорость. Если есть вопросы, пишите. С удовольствием буду отвечать, если это только будет в моих силах, в моей компетенции. А пока результат вот такой. Три вида пуль MG. На мой взгляд, результат прекрасный. Для охотничьих целей, с учетом того, что он там дальше 300-400 метров, да даже 300, наверное, пули с такой низкой скоростью стрелять по биообъектам смысла нет. Все как бы укладывается там. Хотите в правый глаз, в левый глаз, в левую заднюю, там, я не знаю, что угодно. Такой кучности вполне хватает. Главное, иметь возможность правильно произвести выстрел. Тяжелая пуля тоже показала отличный результат. Вот видите, особенно вот этот. Понятно, что говорить о статистике по трем выстрелам невозможно. Но в любом случае, я бы начал искать вот здесь. Если бы у меня там был несколько сотен пуль, я бы как раз вот в этом диапазоне бы и работал. Понятное дело, что тяжелая пуля для короткого ствола, с учетом узкого диапазона кучной скорости, не лучший выбор, но тем не менее, имеете полное право. И напомню, что у нас, по сути, практически отечественный комплекс за исключением гильзы. То есть пора, капсюли, пуля отечественного производства. За что огромное спасибо Михаилу, что он имеет силы, желания таким сложным в России делом заниматься, как производство пуль. И судя по этому результату, получается у него это отличие. Наверное, это все. Если были какие-то вопросы, спрашивайте, пишите комментарии. Хотите помочь каналу, никаких проблем. Напишите большой комментарий или поделитесь этим видео в социальных сетях. Если кому-то нужны футболки или кружки с лого канала, без проблем, ссылку оставлю в описании. Крайне рекомендую подписаться на канал в Телеграме ProHunter и на Инстаграм ProHunter. Там немножко другие материалы в другом формате, нежели в Ютубе. Думаю, что это будет для вас полезным. На этом пока все. С вами был Евгений Спиридонов, канал ProHunter. Будьте здоровы и ни пуха ни пера. Продолжение следует...